добрый вечер сегодня мы с вами начнем с космических новостей дело в том что си цзепин это китайский глава государства он командует и партии и правительством он в общем то объявил что китай начинает готовиться к войне не говорит с кем просто говорит готовиться к войне от очевидцев которые живут казахстане мы знаем что китай заполонил казахстан став составами с пушками с танками живой силой и в общем то собралась трехмиллионная армия понятно что казахстан достаточно большая граница с россией ну и причем если вспомнить нашу армию на даже 800 тысяч нету современной армии причем у нас управление россии фактически находятся в руках китая потому что главный заместитель советник президента россии является у нас генерал китайского гору разведка главного направления он является у нас главным советником президента поэтому такие вот явления как передача байкала передача сибири в эксплуатацию на неопределенное время земель дальнего востока вот поэтому у нас запустили 200 тысячную армию китайскую которая якобы была значит запущена для совместных учений но она так и не вышла а мы помним что еще в революцию 1917-18 годов именно китайская армия создавала заград заград отряды вокруг городов петербурга и москвы вокруг москву было три заград отряда три кольца из заград отрядов а вокруг петербурга вообще 7 и именно китайская армия участвовала в уничтожении ну пить и практически весь был уничтожен москва где-то ну частично население осталось но в общем-то и москва река и него все были в трупах и красный от крови это пас по воспоминаниям очевидцев которые в общем-то пережили этот ужас но и сейчас все это похоже готовится для нас что интересно ведь китайцы мы их называем китайцами они цены за правильно синается ну или чинается тоже на английский манер но правильно синается а в общем-то сина сина это на латыни означает песегласцы или просто собаку и поэтому и протоколы сионских мудрецов тоже сильно идет и все эти опиумные там войны вот они связаны именно сина с песегласцами на старых картах которые ну в общем то их не публикуют но можно найти вот то место где китай но там раза в четыре меньше территория написано инородцы нам не написано сина а просто инородцы а инородцами нас называли всех кто не из солнечной системы то есть кто не имеет человеческое происхождение еще германские антропологи определили что все жители земли хоть животные хоть люди но млекопитающие имеется ввиду имеют одинаковую плотность костей ну прежде всего это кости пластинчатые вот лопаточная кость не трубчатые а вот именно то есть которые не под напряжением потому что у балерин например у них кость уплотняется но это уже от профессионализма зависит от профессии людей вот а так вот именно вот эти кости они все вот имеют одинаковую плотность и было выяснено германскими антропологами что оказывается у тибетцев у них легкая кость а у китайцев тяжелая кость это признак генетически наследуемый о чем это говорит ведь гравитация в которой формируется именно скелет она характеризует откуда этот вид прибыл и вот если смотреть на тибетцев но тибетский тип он достаточно распространен по земле это и мексиканцы это и индейцы вот у них легкая кость говорит о том что они прибыли с легкой планеты там где гравитация меньше гравитации земли а вот у китайцев у них тяжелая кость но это значит они прибыли с какой-то тяжелой планеты до который нет большое притяжение больше а у нас земная группа планет это венера меркурий марс на земля естественно они но венера практически тоже тот же сам та же самая масса гравитация а вот меркурий и марс они имеют маленькое притяжение но можно рассмотреть еще спутники юпитера которые остались это вот ганимет европа и у калиста четыре больших спутника они почти такие же как луна некоторые больше некоторые меньше там тоже притяжение маленькая и что интересным у негров тоже легкая кость и негр тоже не отсюда а это о чем говорит это берется том что те люди которые были на легких планетах и силу каких-то катастрофических явлений перебрались в конце концов на землю но мы говорили в общем то с вами уже что до двадцатого века в девятнадцатом веке еще совершались космические путешествия у нас и на это указывает существование такого источника как как устав офицеров парского полка по транспортировке грузов с марса и венера то есть и на марсе и на венере еще совсем недавно существовала не только жизнь но и были перелеты и вот те цивилизации которые там были именно силу каких-то катастрофических явлений иммигрировали на землю и вот у них легкая кость но если говорить о венерианцах нам о них поведал джош адамский это был пятидесятый год 1952 год точнее когда было издана книжка адамского и без на лесли летающие блюдца приземлились именно там он сообщил что у нас на земле живет венерианская община они принципе один в один люди них ничего не цвет кожи ничего от нас не отличается у них община и они находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с людьми земли то есть у них и питательные аппараты у них техника которая намного превышает земную технику и достижения ну будем говорить научные то есть у них реально все выше а вот те которые жили на марте на у них не очень высокая но видимо никогда перебрались и в общем-то влились в человеческую цивилизацию них получилось что они в общем-то утратили то чтобы но мы тоже утратили потому что мы находились под одними теми же процессами опускания человечества и внедрение всевозможных иллюзий в наше мировоззрение ну прецедент например взгляд настроение космоса вселенной насчет мироздания света пространство всевозможных миров они были эти знания мы их не стало и у нас сегодня до звезд определяет огромнейшие расстояния хотя они вполне реальны то есть в тысячи и миллионы раз меньше чем их определили именно потому что методика неправильное определение нас придумали тут теорет носительности в которой мы стали условно разумными она и тоже ведь говорит о строении вселенной конце концов выходит на этот уровень и сколько людей и ученых и просто талантливых людей не критиковал эту теорию тем не менее у вас не сдвинулся и и так у нас и внедрение и она она стала основополагающей ну а теперь уже когда стали внедрять опять что на земля плоская что у нас солнце это лампочка звезды это проекции и там кристаллики кто что город мы переведены были из разряда условно разумных в разряд неразумных и поэтому сегодня нам подписан принципе приговор и сейчас вот сегодняшняя ситуация говорит о том что нас будут уничтожать вот с помощью этой войны причем командуют нами китайцы и китайцы начнут против нас войну когда это может начаться война война скорее всего может начаться если они все действуют по указке космоса за кулисы у нас космос весь за кулисы сегодня потому что это космическая калица который мы говорили преследует свои интересы здесь на земле являясь кураторами нашей цивилизации но в действительности взяли под управление нашу планету и под управление взяли человечество но было бы неплохо и ничего бы страшного в этом бы не было если бы они не вводились в возможно заблуждения научные именно заблуждения в обучении студентов школьников так далее которые в общем то приводит просто если сказать что неправильное отражение мира от ничего не сказать действительности ведь неправильность она приводит к тому что человек просто дебилизируется и у него одна неправильная гипотеза или теория отражение мир она ведет другим неправильности и то есть все начинает отражаться неправильно кто такие китайцы то что они себя правильно называют сина то есть они относятся к песенаги у нас в истории даже карамзинской все время были проблемы с печенегами но правильно если произнести это слово то есть песенаги наги это рептилии а песенаги это рептилии у которых внешний вид напоминает песообразных и римский воин который хранился багдадском музее национальном в свое время в ираке представлял себя прямоходящего крокодила мы если мы вспомним старые иконы святого христофера это тоже был песенглавец но с очень длинной мордой сегодняшние песенглавцы которые их изображают опять же на иконах сейчас они везде почти во всех церквях повешены но у них уже не такая длинная морда челюсть уже вполне так сказать похоже на современных собак особенно там на бульдогов но и песенглавцы сами которые в общем-то до сих пор нас правят потому что это рим это римские воины но правильно говорить ромейские потому что рим ведет от рамы и раму а они рождены волчицей то есть опять же песенглавцам от песенглавок то есть получается что песенаги или печенеги которых александр невский разбил псов рыцарей и псы надо понимать не как аллегория а как реальных песенглавцев то есть римскую империю он когда-то разбил но римская империя тем не менее победила потому что москва сегодня является третьим римом и четвертому как говорят не бывать песенглавцы живут на острое который находится около шпицбергена и новой землей там кольстрим протекает там достаточно тепло вполне возможно что земля санникова описано в 1820 году когда он ее обнаружил и есть та самая римская империя который сегодня вскрывается в том месте и причем на картах нигде не обозначено у нас таких мест если посмотреть по судоходству по земле очень много оказывается и везде там везде судоходство а в этих местах почему-то нет судоходства они огибаются даже полеты самолетов из астралии в америку они странные они напрямую летят огибают диски в индийском океане и определенные места по всей видимости и там тоже находятся захватчики которые в общем то на сегодняшний день влияют на человечество таким образом можно сказать что синайцы или песенглавцы они добились того что сделали песенглавцев похожих на людей но тем не менее они не люди и они вмешиваются в развитие человечества а ведь мы знаем что влияние космических сил на человечество и вообще на любую цивилизацию это противоречит законам космоса и нашей вселенной тем не менее это происходит наши читки в общем то возымели действие то есть мы читали молитву требу и хозяин земли ну и много больше сотни названий мы будем назвать просто хозяином земли хотя это вполне возможно и сатана может быть это и мордук может быть ануннаки это и есть песенаги все возможно у нас в общем то всех этих исторических документов реальных тоже нет те объяснение почему они названы ануннаками они ну вызывают улыбку так вот они вмешиваются в нашу историю в наше будущее наше представление и тем самым самым она не нарушает этот закон а свое время у нас был контакт с цивилизацией это другая группа все цивилизации это кремниевая форма жизни и и всех прочих претензий которые там были высказаны к углеродной форме жизни там было сказано что смотря на все те фокусы или взаимодействия углеродной формы жизни они приходят к выводу что углеродная форма жизни не оправдывает их надежд на право существования то есть они ищут повод чтобы начать и уничтожить эту углеродную форму жизни не так и сказали и это получается что земля сегодня может стать камнем преткновения яблоком раздора потому что на земле помимо того что есть полезные ископаемые не исчерпаемые ресурсы воды воздуха земли чернозема она еще не имеет 7 чудес света на свою беду и те чудеса света на которые сегодня претендуют многие цивилизации не только нашей галактики не только даже нашей вселенной но и различных вселенных некоторые из сегодняшних претендентов на землю утверждают что тот же логос например создали цивилизации драка и цивилизации вот как раз писи главцев но это не так мы наши предки создали логосами а вот компьютер который был сделан на поверхности земли и связан вернее попытки связать его с центральным компьютером логосом который находится в центре земли были сделаны цивилизации драка но это не значит что это они его сделали у нас есть еще одно чудо света это способность земли переходить из одной вселенной в другую вселенную вместе со всей солнечной системой то что это управление всеми этими процессами лежит на земле точно так же у нас и транспортная система позволявшая свое время переходить и оказываться на других планетах не только опять же солнечная система и не только даже нашей галактики то есть вот это вот способность возможность она в общем-то осталась эти все но они как артефакты выступают они до сих пор в общем-то используются той же подземной цивилизацией про которую якобы не знали потому что сейчас в общем-то после вот наших этих читок литвы требуют хозяин земли забеспокоился и как сообщают наши ну их называют в народе контактерами в действительности это парламентеры потому что мы в общем-то хотим провести переговоры с галактической конфедерацией по поводу как раз освобождение земли и принятие ее галактическую конфедерацию разумных существ потому что нас в общем-то незаслуженно опустили и перевели из ранга разумных существ в ранг неразумных потому что в действительность хозяин земли почему забеспокоился он создал комиссию сейчас из 200 цивилизаций три только из которых в общем-то посчитали необходим разобраться в этом вопросе остальные ну он же пригласил только тех которые его поддерживают правда сейчас прибыло еще 150 цивилизаций делегаций которые решили разобраться то есть процесс пошел но сегодня они сделали вывод что пока на земле все не устаканится не успокоиться они не будут проводить встречу непосредственно землянами хотя в общем то было предложение провести такую встречу в 2023 году но вот это вот ни в коем случае делать нельзя потому что именно инопланетяне которые представляют и все римскую империю но и все остальные потому что здесь у нас и анты и те кто прибыл из созвездия больших псов сириуса в частности не самой звезды естественно с планет сириус и те которые прибыли из других мест они здесь все живут они уже считают себя земляными и землю своей планетой они в общем то заинтересованы в том чтобы убрать человечество земли потому что они для этого нас и делали в общем то неразумными и обвинять на сейчас неразумности когда это неразумность искусственно была создана и не нами потому что мы были разумными и у нас был рамк разумности в космической коалиции в галактической конфедерации в других структурах нашей галактики и космоса а сейчас мы потеряли то есть мы якобы получается вы рождались благодаря сами себе но в действительности это вырождение контролировалась и направлялась теми кто нас захватил поэтому все что творится с человечеством это на совести захватчиков и нам нужно в общем-то добиться чтобы нас не до 23 года мурыжили когда начнутся военные действия с китаем и пять шестых человечество будет уничтожен и да плюс еще к вид да плюс еще все эти распыления алюминиевый алюминиевого порошка который при включении 5g выжигает легкие плюс сами 5g который выбивает иммунитет то есть все эти маски которые нас заставляют носить разлагающие легкие даже полиэтилен плавится при хранении этих масок плюс все эти зонды которые берут у нас биологический материал для анализов тоже оказывается зараженные всякими паразитами которые потом приводят к летальному исходу поэтому все эти процессы они запустили разом для того чтобы человечество сократить то не крылья про миллиард я думаю что сократят намного больше поэтому в общем то мы просим чтобы встреча состоялась раньше течение ближайших месяцев максимум потому что земля может стать тем объектом из-за которой может разразиться война миров углеродного мира и крылья лагом мира и чтобы этого не было чтобы этого не допустите мы очень не хотим это допустить нас нужно приглашать на все эти встречи и все те контакты которые происходят виртуально то есть когда люди в общем то не приглашают во сне там еще как-то не очень то говорят об отношении к человечеству к людям но они да не говорят что мы можем заразить эмоциями нашими ну да у нас много отрицательных эмоций но в силу того что мы можем подготовить эту команду они в общем то назначили 10 или 15 человек разумных я туда тоже вошел но пока они не обозначили остальных но я хотел бы сразу выразить свое пожелание кого бы следовало включить в эту делегацию потому что опять включат тех которые будут поддерживать их а нам надо чтоб нас землян представляли на земляне они какие-то метисы с инопланетянами и значит те которые пропитаны этой фашистской идеологией человеконенавистнической идеологии и те которые насаждают принципе или являются молчаливыми наблюдателями как она внедряется хотя у них власть и возможность это предотвратить пол хильер это канадский мисс обороны хотя мы уже много лет но он первым сообщил общем-то людям о том что на уровне правительств происходит контакты с инопланетянами дмитрий медведев это бывший президент россии он тоже был озабочен этим фактом что у нас на земле много инопланетян цифру не назвал но сказал что она очень большая да они среди нас и они нас толкают на всевозможные неразумные действия кирсан или мджинов тоже бывший президент калмунки генерал-полковник леонид ивашов генерал-лейтенант алексей сарин но это известные персонажи президент сша дональд трамп от англии дэвид айк это известный конспиролог но он и журналист и свое время был комментатором спортивным александр семенов но это ведущий уфолог у нас в россии профессор очень тоже среди уфологов известна личность всех остальных если они захотят назначить все равно эту делегацию состав надо было бы согласовать с людьми с представителями человечества но они еще сказали что будут представители от волки волков это наши организации сколько они не уточняли количество людей и я думаю что если мы будем воочию присутствовать на этой большой сейчас расширенной и именно ближайшие месяцы они через два года как они обещают как они хотят то процесс может сдвинуться в нашу сторону но хоть как-то подземные цивилизации они не возражают сейчас ними тоже были переговоры они настроены тоже против человечества и они в общем то не возражают если инопланетяне опять возобновят эту программу по переселению человечества на другие именно другую планету вот бог им судья так сказать но хотелось бы конечно с ними дружить опять же я повторюсь но наше состояние состояние человечества это не потому что люди такие это потому что нас так опустили опускали я так понял ни одна цивилизация то пятиглавцы это понятно вот те же самые сириуси они которые в общем-то представлены здесь черным населением они тоже в этом участвовали это что не грани отсюда говорит не только их плотность кости но их черный цвет потому что меланин который поглощает свет в условиях его недостаточности приобретает черный цвет то есть это люди которые прибыли с планет где слабая освещенность они потому что они загорели как нам рассказывают и это говорит о том что они именно инопланетного происхождения это не грех что они хуже нас или лучше нас все виды разумных существ они все между собой разнятся чем-то они превосходят в чем-то они уступают но мы все разные и делать это основанием для презрения для эксплуатации для экспериментов над этими существами это не правомерно это вот им фашистская идеология она внедрена и она идет но к нам на землю и она идет именно от инопланетных захватчиков мы должны этому противостоять и должны в общем-то ситуацию исправить мы будем ждать новых новостей новости идут почти но не каждый день раз там неделю уж точно новые новые делегации прибывают но во всяком случае по земле должно быть решение и должно быть решение в нашу пользу чтобы нас не уничтожали сейчас очень-то как-то прояснилось потому что контактов было много контактов было много но не все ни о чем то есть когда тебе говорят что все хорошо переход там 5 измерение или в какой-то еще ну то для нас это смерть все эти переходы поэтому поскольку сейчас в общем то ситуация изменилась в какую-то сторону во всяком случае мы задали эти изменения и мы продолжим их задавать и дальше на этом все ждите дальнейших новостей и а и и Продолжение следует...